Виктор Ягун, генерал-майор СБУ, военный эксперт. Давайте нашего гостя увидим. Здравствуйте, Виктор. Здравствуйте. Добрый день. Видите, я так по-простому, я по-путински сегодня тоже на Хромакее. Так Путин обычно выступает. Он где-то в бункере, понимаете. Я тут предположил, что мы, наверное, с Березовцом завтра устроим тут подгрозное покушение на Кадырова. Поэтому, как бы, ну, понимаете, мы же живем в медийный век. Наличие Хромакея предполагает то, что мы все можем быть людьми-невидимками. Наша тема фейки, наша тема сегодняшней программы иллюзия, которую создает путинский режим. Поэтому я тоже слегка такой иллюзорный. Виктор, мы сейчас поговорим, конечно, об этих темах. Но я бы вам хотел переадресовать вопрос, который я только что обсуждал с другим гостем. Было бы интересно услышать вот на тот же вопрос другой ответ. А может быть такой же. Путин рассказывает нам байки, что вот он попадет в рай, все остальные просто сдохнут. А у меня возникает простой вопрос. В принципе, Путин, который любит хорошие часы, хорошие автомобили, он действительно, ну вот так искренне, ну хрен с ним. Он презирает Россию, презирает русский народ. Ему наплевать, что будет с российской экономикой. Ему в той же степени начхать на свою семью, на своих детей, на своих внуков. Он же не может как Ким Ир Сен передать власть по наследству. У него же это не получится. То есть он понимает и осознанно опускает вот в дерьмо будущих проблем своих собственных потомков. Он ведь не может не понимать, что все им награбленное, все им вот собранное, все это заберут до копейки у его детей, у его внуков. Все это будет изъято. Причем, скорее всего, это будет очень неприятная процедура. То есть вот я понимаю, что ему начхать на других. Но ему в той же степени получается начхать на своих? То есть он до такой степени болен? Ну, ситуация действительно очень такая сложная, потому что понять психологию маньяка очень сложно. Есть целые научные исследования, диссертации. Ученые, криминалисты пытаются войти в отмозг и как-то там что-то разобрать. На самом деле все действительно удивляются, потому что он же клиптократ. Клиптократ, он все последнее время, да какое последнее время? Даже начиная с завершения своей карьеры в КГБ, он только теми занимался, что пытался накопить какой-то капитал. Как-то там, если не выжить, то где-то что-то там украсть, где-то что-то замутить. Это еще начиная в 90-х годах в Санкт-Петербурге. По нему же даже там статья была, что подполковник КГБ что-то там где-то слямзил. И вот этот весь его путь, он только был направлен на накопление чего-то, кому-то. И если бы он не был человеком, который что-то где-то накапливает и действительно хочет этим пользоваться, то не было бы, наверное, ни этих дворцов, ни яхт, ни этих любовниц огромное количество, которые непонятно откуда берутся и куда исчезают. Не было бы этого всего. Поэтому я думаю, что... Ну, есть же какие-то примеры диктаторов, которые попытаются показывать, что вот он такой весь из себя входит во Френчи, тот же Кимы, да, там либо китайцы, да, они показывают показного такого, что вот у них там что-то есть такое чрезвычайное. Не знаю. Тот же любимый Сталин тоже вроде как бы не показывал там каких-то таких... какой-то чрезвычайной роскоши вокруг себя. Хотя на самом деле это все тоже было блеф и имел он и дачи, и машины хорошие, и хорошо питался, и любил погулять. Это все, конечно, тоже ерунда. Но я имею в виду хотя бы так на показном. А тут даже не пытаются скрывать эти все дворцы, эти машины, знаете, это все действительно часы. Поэтому я думаю, что скорее всего, что он очень боится, очень боится все это потерять, очень боится. И вот именно на этом, вот на этой боязни построена модель его поведения на предмет использует он или не использует ядерное оружие. Ну, про стратегическое вообще никто не говорит, хотя бы тактическое, да, на предмет того, чтобы переломить ситуацию на территории Украины. Не знаю. Я еще раз говорю, что вроде как бы если верить самому поведенческому поведению, модели поведения, то он как бы действительно не может. Он же вообще не идиот вроде как бы, да. Но учитывая, что человек совершает действия, которые просто никакой логике не подлежат, понять, какой шаг его будет следующий, просто какой-то такой, знаете, как действительно, на пяти и наивущий. Мы уже говорили сегодня о том, что российская имперская пропаганда изначально зиждется на вот этой вот, даже не Геббельсовщине, ведь это было прегебельсовщина. Геббельс это не открыл, это открыли большевики. Культ Ленина, культ Сталина, 28 панфиловцев, совершенно высосанная из пальца история. 23 февраля, такой же самый фейк, не было никакой победы Красной Армии, было поражение, и Дебенко с Калантай в ужасе бежали на этом поезде от малочисленного отряда немцев. И вот поражение 23 февраля превратили в праздник Советской Армии, что полный бред, как и 28 панфиловцев, как и автомат Калашникова, который изобретал совсем не Калашникова, который не имеет отношения к этому автомату, но назначен. То есть вся вот эта фейкотня, там вплоть до распятого мальчика, а вы докажите. И вот сегодня буча. Ведь распятый мальчик, это какая-то просто смешная пропагандистская глупость, которая не подлежит серьезному исследованию. Ну понятно, что это выдумка. Тут не о чем говорить. Это не международного уровня событий, это просто глупость. Но вот MH17, это же уже не глупость, это же погибшие сотни людей, которые имели европейские паспорта. А сегодня буча, это просто садистки, убитые женщины, дети, старики. И тут ведь фейк не пройдет. Если рассказы о том, что это не мы запускали бук, ну кроме экспертов еще могут найти какого-то благодарного служителя, то здесь, ну простите, тела имеют четкое свойство показывать, когда их убили, с точностью до часа или до дня. По этим телам огромное количество уже экспертов, которые там находятся, видят, что эти люди убиты во время оккупации российской армии. Никаких разночтений быть не может. Эти пытки, убийства, изверства уже абсолютно доказательно. Вот прямо сейчас и здесь понятно, вот все мировые средства массовой информации уже пишут, что безапелляционно это сделали негодяи с полномочиями российских солдат. То есть эти убийцы, подонки и скоты, служащие российских вооруженных сил. И опять мы слышим, а вы докажите. В этот раз вот это, а вы докажите, станет последней каплей по эмбарго, по абсолютному отрезанию России от цивилизации и финансовых потоков Запада. Или будем ждать Мариуполя? Смотрите, я бы... Есть два варианта ответа. Есть короткий, да, когда сказать, что они не остановятся, в никаком случае. А есть длинный. Я постараюсь пойти по длинному пути, но не очень длинному. Почему? Потому что что такое рисовать фейки? Рисовать фейки... Вот мы говорим, что вот... Ну, начинаем вспоминать про то, что они пытались создать мифологию своего существования 23 февраля. На самом деле, этот народ, как бы, кто бы им не руководил, кто бы там не был при власти, князья, цари, императоры, большевики, не знаю, Путин... А это всё один и тот же... Одна и та же самая парадигма. Почему? Потому что можно вспоминать огромное количество вещей, как себя вели, как себя вела вот эта вот орда на территории не под контролем... Ну, на территории, которую она оккупировала временно там или не временно. То есть, если брать, куда-то уходить вглубь веков, то можно начинать от того, как Юрий Долгоруков пришёл сюда в Киев, да, и тут попытался навести порядок. Вроде как бы свой родной город. Даже так. А так можно просто вспоминать вещи, которые, ну, там, не знаю... И действия Петра I и Меньшикова на территории Украины после Полтавской битвы, как они Батурин, сожгли. И действия русских войск в 14-15 году, когда они во Львов пришли, это ещё Первая мировая война. Что они там творили и куда они вывозили людей и как они входили в эти церкви. Можно всё вспоминать. Можно вспоминать, что они делали и как они это всё проводили в 39-м году в Финляндии, которую они там часть отковоли. Что они делали в Бессарабе, в Западной Украине, в Беларуси, в 39-м, в 40-м, в Бессарабе, в 40-х годах, в Прибалтике. Что они делали в 45-м году в Восточной Пруссии и в Германии. То есть, ну, это просто... А мифы... Ну, можно вспомнить Испанию. Нас всех когда-то в детстве учили на каких-то там примерах интернационализма. Вот интернациональные бригады в Испании. Так в Испании тоже не всё так однозначно, если честно. Там же советских войск не было. Непонятно, кто там воевал. А это если интерполировать на ту ситуацию, которая у нас происходит, то же самое. То есть, это... Вот эта имперская часть менталитета, она очень древняя. И если мы вот сейчас нашими усилиями, нашими вооружёнными силами не прекратим эту линию, она будет продолжаться. Её надо просто обрубить. Раз и навсегда. И действительно стоит вопрос о том, что если мы хотим нормально существовать на нашем континенте, если мы хотим, чтобы мир не рухнул в очередной раз, там через какой-то период сейчас, где-то там пройдёт какая-нибудь спираль, и опять они появляются на нашей границе, то надо заканчивать, с этой недоимперией, непонятными этим вещами. И действительно надо проводить деноцификацию. Деноцификацию. Именно их деноцификацию. То есть надо просто, чтобы они имели понятие, что вот есть действительно Россия, есть там Башкирия, есть Татарстан. Вот они пускай между собой и разбираются. А не вот эта вот конгломерация, которая создала непонятное образование россияне, и эти россияне, непонятно что у них в головах и как их лечить после этого. А они воспринимают это совершенно на другом уровне, если честно. Виктор, я, ну поскольку наша наша аудитория в основном ну на 70% состоит из зрителей в российском, в российской федерации, поэтому я все-таки апеллирую к этой аудитории и в который раз хочу сказать, что возможно Россию надо прежде всего освободить, ну как бы от России, точнее от российского империализма. Совершенно согласен. Великую, да, вот как Великобритания, она освободилась от имперского своего вот этого, вот от имперской импостасии. Не только Великобритания, а и Швеция. Да. Индию надо отдать Индии, а Татарстан Татарстану. Надо Японии отдать Курильские острова, Кенигсберг, пусть немцы с поляками разберутся, чей он. Крым надо вернуть Украине, и тогда российские граждане будут жить по-человечески, потому что богатейшая страна с нищими, практически нищими людьми. И вот эта вот иллюзия, что Россия богатая страна, ну для Путина она, конечно, богатая. У него есть дворец в Геленджике, да, у них квартиры в Лондоне, квартиры в Америке, на Майами, то есть у них шикарные джеты, свои самолеты, у них яхты, а россияне-то по большому счету нищенствуют. И вот освобождение России от России, по-моему, и задача россиян от той России, которая их считает пушечным мясом. Ведь россиян убивают фактически в первую очередь именно россияне, правильно? Я совершенно согласен. Это российская власть. Я полностью согласен, потому что у нас здесь есть примеры, но посмотрите, пожалуйста, Финляндия и Карелия. Ну, как может быть такое, что вот речка разделяет вообще два категорических мира? Но так же не может быть, потому что, ну, одни же там условия. Мурманская область и Норвегия, они же там не так далеко один от другого. Посмотрите, что творится Курилы, да, и там Сахалин и Япония. Ну, на самом деле между Аляской и, ну, то есть, вот там остров есть в Беринговом проливе, то есть между Америкой и Россией всего-навсего 3,6 километра, насколько я помню. Ну, есть же один народ, эскимоты, которые живут и там, и там. Так, посмотрите, как живут эскимосы там и как чук-чутут. Ну, то есть, реально надо смотреть, потому что, посмотрите даже на Дальний Восток, где, кстати, очень много и действительно и китайцев, и корейцев живут, и как они живут там и тут. то есть, надо понять, что система сама неправильно работает. Успокойтесь, займитесь собой, вот реально займитесь собой. чем быстрее вы займитесь собой, лучше вы будете жить в ближайшем будущем. Всегда же говорили, что да, там, к какой-то степени где-то, возможно, понятно, что Украина где-то могла бы там, как-то ментально там, возможно, на каком-то уровне понять отдельную часть России, потому что языки там какие-то близкие, там еще какие-то моменты, родственные моменты, но вы же пример покажите, покажите, что вы лучше живете, а тут получается, что почему вы пришли на Украину, потому что они хорошо живут, а мы плохо живем. Так пускай и они плохо живут, так не получится. Мы никогда в жизни не пойдем на это, чтобы, живя лучше, пойти за вами, потому что у вас хуже. Так не бывает вообще. Это против физики, метафизики, я не знаю, как это, психологии. То есть это просто, я вспоминаю, почему я вспомнил не Великобританию, которая там, огромная империя, а маленькую Швецию. Швеция была огромной империей, которая имела под собой и Польшу, и все балтийские страны, там, Финляндия, Норвегия, то есть вот это все, весь этот конгомерат, это все было под Швецией, в том числе, почему они столкнулись с Руссией. Но в какой-то момент Швеция получила серьезно, серьезно, очень серьезно получила по носу. Она поняла, что надо что-то делать и занялась собой. И где Швеция, а где Россия, которая вроде как бы даже и победила в этой войне. Я уже не говорю там, да, ближайший, ну, где Германия, там, где Россия, где Япония, где Россия. Займитесь собой. Вот просто успокоиться и заняться собой. Если вот этот момент переборется, если люди поймут, что давайте сделаем у себя порядок, а когда начнут с собой разбираться, тогда действительно поймут, что лучше, мало да лучше, а не давайте все в кучу, в кучу, в кучу, так тоже не работает. Не работает, потому что чем больше земли, тем больше барда. А чем меньше территория, тем легче разобраться, кто за что отвечает, где кто живет, и кто за что, за счет чего может жить. Поэтому, действительно, я понимаю исторические параллели и понимаю, чем это все закончится. А закончится просто действительно распадом. Распадом России. Хотя хочет Россия или не хочет, но так получится. Это исторически так предопределено. И ничего в этом страшного нет. Ждали, как бы это умозрительная достаточно вещь, но изучение ошибок прошлого предостерегает о совершении их в будущем. В 91-м году, когда Советская империя распалась, причем распалась она по причине собственной глупости и развалили ее коммунисты, то есть не извне, то есть это внутренние проблемы разорвали Советский Союз, тогда вместо того, чтобы деноцифицировать, демилитаризировать и забирать ядерное оружие у России, тогда решили забирать ядерное оружие у Украины. То есть демилитаризация и деноцификация, опять, деимпериализация, вот так скажем, кроме демилитаризации и деноцификации. Эти три процесса сейчас для России после того, что она совершила, стали неизбежны, то есть все, Рубикон перееден, теперь пути назад нет, больше семью цивилизованных народов без этих процессов Россия не вернется никогда. Я правильно понимаю? Вот ваше мнение. Да, потому что никто не будет жить на постоянной такой бочке с порохом, причем фитиль уже подожгли и все внимательно на него смотрят. Сгорит он? Детонирует эта бочка или не сдетонирует? Так невозможно. Мы каждый день думаем, будет на нас атака химическая или не будет. Это вообще как-то в голову даже не вкладывается. Будет какая-нибудь там, не знаю, бактериологическое какое-то использование вооружений российских. Будет использована тактическое оружие ядерное или не будет. Ну так, ну реально, так не может быть. Мир так не будет жить. Каждый день, смотря на эту территорию и не понимая, какое решение они примут. Ситуация реальна. Вот меня сейчас на данном этапе очень интересует. Вот они перед началом этой так называемой спецоперации говорили о том, что мы собирались нападать. Чем мы собирались нападать, не имея ни авиации, ни какой-то там ракет средней и дальней дальности. Чем мы собирались нападать? Чем, куда? Если мы фактически воюем, используя наши мобилизационные силы. То есть правда должна быть, правда в общении. И понятно, что реализация тех или других моментов точно будет стоять только в том направлении, чтобы Россия четко понимала и мы понимали, какие шаги ими будет предприниматься, какие у них есть силы и как они эти силы используют для своей защиты, для опять накопления возможного вклада наступления или расширения. Так не будет. Поэтому я думаю, что мир уже действительно перешел эту красную линию, этот Рубикон и однозначно в будущем решение о том, что надо это принять кардинальное решение на явности ядерной триады у России это сто процентов. Смотрите, давайте у нас уже остается минуты четыре пять до конца эфира задам вам один из своих любимых вопросов. Когда в России наконец пересадят всех учителей физики? Потому что мне кажется, что Путин должен посадить всех, кто в школе преподает физику, потому что они являются иноагентами, они явные бандеровцы. Вообще любой учитель физики в России является диссидентом по определению. то есть если человек физику преподает в школе, таким образом он абсолютно противопоставляет себя Путину лично. Потому что Путин утверждает, что у России есть гиперзвуковые ракеты, которые летят со скоростью 9-10 махов и так далее. Простые же учителя физики в школе говорят, что скорость более чем 2-2,5 маха в атмосфере просто невозможна. Но тогда ракета просто повторяет судьбу метеорита. Вот метеорит, который заходит в плотные слои атмосферы, он просто превращается в пыль, в газ. Он не долетает никуда по причине того, что нет материаловедения и с опроматом в руки, нет материалов пока что не разработанных, которые могут в плотных слоях атмосферы лететь со скоростью больше чем 2,3-2,4 маха более одной минуты. Но Путин утверждает, что такие ракеты у России есть. Скажите, пожалуйста, массовые посадки учителей физики, химии, географии нас ждут в ближайшее время, потому что нельзя с одной стороны в школе преподавать физику, а с другой стороны нести в Кремле такой бред. Это вещи абсолютно несовместимы. Они друг другу противоречат. Поэтому надо сажать либо Путина, либо учителя физики. Я думаю, что там пошли как раз по этому пути, только единственное, что начали не с учителей физики, а с учителей английского языка, потому что вы знаете эту историю, учительница английского языка попыталась сказать правду, ее сразу же моментально сдали, и сейчас против нее уголовное дело. я думаю, почему именно английского языка, потому что люди, которые владеют английским языком, не дай бог могут зайти на какие-то другие сайты независимые, и что-то там такое прочитать, что просто в голову не влезет. А учителя физики, они наверное будут следующими, ну учителя истории уже как бы все, их не существует, есть там какие-то пропагандисты, вот сейчас уже добрались до учителей английского языка, я думаю, да, учителя биологии, потому что биология именно как, что на самом деле собой представляет генетика, это же вот эти истории про генетическую особенность славянской нации, которую украинцы пытались там отделить, и истории про специальные хромосомы у европейцев, это же тоже как бы история такая, очень интересная, поэтому я думаю, что они действительно пойдут этим путем, только вот я не знаю, кто будет первым, биологи или физики, а насчет самых мощных ракет, мы это все видим, к сожалению, на своем примере, потому что реально большая часть ракет, которые они запускают, они либо не долетают, либо где-то взрываются еще на подходах, почему? Потому что в нормальных странах, где все нормально производится и нормально контролируется, и ничего никто не крадет, может быть потеря не больше 10%, ну, в крайнем случае, если что-то какие-то на складах лежало, 120%, но когда использовать так называемое высокоточное оружие, и из него больше 40-50% просто не долетает, либо не взлетает, либо прилетает назад, как в Чернобаевке, то действительно возникает вопрос, а кто чем заведует их, что куда стреляет. Вот так вот. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...